Руководствуясь опытом прошлого, регион загодя готовится к паводковому периоду. Снег, которого обещают много, неизбежно растает и уже сейчас важно вести работу, чтобы процесс этот не привел к чрезвычайным ситуациям. На совещании в областном Акимате подробно обсудили проводимую работу, а глава региона дал конкретные поручения. Немного ретроспективы. Прошлый год, весна. В некоторые районы города хлынула большая вода. Например, подвалы многоэтажек Зачиганска буквально превратились в болота. Немало талого снега было и в самом городе. Сейчас стоит задача не допустить этого вновь. Работа уже ведется, несмотря на то, что вовсю летует зима. По словам заместителя Акима Уральска Жандоса Дойсингалиева, с территории города уже вывезено около 60 тысяч кубов снега на три полигона. В усиленном режиме дежурит около 200 единиц техники от коммунальных служб. Была сделана рычная система в районе Диркула ПДП-2. Длина около 6 километров. 3 января во время обильного дождя она показала свою эффективность. Противопаводковые мероприятия также были проведены в Зачиганске и 10 микрорайоне. Проводимая работа будет усилена. Еще один печальный опыт прошлого года – Бурлинский район. В зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов. Послушав отчеты о проводимых противопаводковых мероприятиях, глава региона на ремонт урегалиев на ряд конкретных поручений. Причем приступить к их исполнению нужно уже в ближайшее время. Сейчас важно работать со льдом на водоемах. Специальной техникой лед нужно разрубать. Класть его в хаотичном порядке, чтобы он замерз вновь. Я понимаю, что работа эта трудоемкая, но она эффективная. Сейчас у нас нет времени на розыгрыш тендера по взрыванию льда. Если работу, которую я поручаю сделать правильно и своевременно, может и взрывать не нужно будет. К весне этого года начали готовиться еще в 2023. Из 166 противопаводковых мероприятий уже выполнено 133. Остальные пункты дорожной карты находятся на исполнении. Как отметил во время совещания заместитель начальника департамента ПЧС, из 147 населенных пунктов, которые находятся в паводковой зоне, в 122 проведены все необходимые работы. В частности, определены инженерная техника, ответственные лица. Тем не менее, в оставшихся 25 опасность прихода большой воды остается. Также в регионе есть 49 участков дорог, которым угрожает подтопление. Из них три – это участки на железной дороге, а остальные 46 – дороги автомобильные. Риски подтопления там существуют, поскольку мероприятия по очистке не проводят должным образом. Какие бы мероприятия против паводков не проводили в регионе, снег все равно неизбежно растает. Однако водные ресурсы можно очень продуктивно использовать, отметил директор областного филиала Казводхоз. По его словам, важно, чтобы произошло наполнение водохранилищ, каналов и лиманов. При этом можно использовать опыт российских коллег. При этой работе важно учитывать потребности жителей в верхних и нижних течениях рек, чтобы они были удовлетворены в полной мере. Стоит отметить, что в прошлом году за счет талой воды мы сумели покрыть почти 59 тысяч гектаров оросительных систем. Теперь главный вопрос. Когда начнется обильное таяние? Погода непредсказуема. Осенью, по оценке синоптиков, осадков выпало больше нормы. Сейчас, как подчеркнули в Казгидромет, количество снега в норме. Он охватывает весь регион, преимущественно на севере области. Теперь важны прогнозы на будущее. В феврале количество осадков ожидается в пределах нормы от 10 до 22 миллиметров. В марте прогнозируются осадки выше нормы, в среднем от 14 до 27 миллиметров. Для ликвидации ЧАЭС в паводковый период были приобретены аварийно-спасательное оборудование и экипировка. Все подготовительные работы будут продолжены вплоть до начала паводкового периода. Во время совещания обсудили и другие важные вопросы. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Саид Самигула, Акжаи как парад.